Гоночный уикенд. Впервые в Иванове прошли открытые соревнования по велосипедному спорту Кубок выходного дня. Заключительный из пяти туров состоялся 30 октября. На каждом из этапов судьи выбирали сильнейших спортсменов. Это были индивидуальные гонки, гонки на выбывание и с общим стартом. Закрытие велосезона стало запоминающимся событием. Снег, который выпал так неожиданно, как раз в ночь перед финальными заездами совсем не испугал участников. В парк Степаново приехали самые морозоустойчивые. Крутая и драйвовая трасса. Мне очень здесь нравится. И я люблю заниматься этим видом спорта. Тут есть вариант трассы для детей и есть для взрослых. Но это очень тяжелый вид спорта. Здесь всегда тяжело. Здесь не бывает легко. На разных этапах гонки участвовали около 50 спортсменов. Начиная с 10-летнего возраста и заканчивая категорией 40+. Алексей Трошин соревнуется вместе с сыном. И оба стали победителями турниров гонки. Каждый в своей возрастной категории. У меня ребенок занимается уже и племянник достаточно профессионально. Племянник стал в этом году чемпионом России. Вот Андрей Трошин. А Семен Трошин выигрывает, как говорится, соревнования. В принципе, несколько всероссийских соревнований выиграл в этом году. Трассу организаторы подготовили сложную, со множеством препятствий, преодолевая которые хорошо тренировать силу и выносливость. Они требуют определенного навыка и мастерства, и соответственно, конечно, физической силы. Чтобы вот где крутые подъемы там. Мастерство требуется на спусках, на трамплинах. Тут тоже нужно ездить аккуратно, чтобы не получить травму, потому что бывает и попадают, травмируются некоторые. Это надо внимания просто, и мастерство накапливается. Потому что травмироваться может любой даже профессиональный спортсмен. Все зависит от того, с какой скоростью он проходит эти препятствия. Для Виты Ромашиной кубок выходного дня – это первые серьезные соревнования. Мои результаты меня устраивают. У нас это как бы династия получается. У меня мама мастер международного класса. Я тоже решила податься. Думаю, у меня еще все впереди. Главные призы турнира получили те, кто, несмотря на все трудности, смогли набрать максимальное число баллов по итогам этапов. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.